добрый день дорогие друзья прошу прощения за небольшие технические неполадки но мы продолжаем наш прямой эфир и так сегодня я рима корнеева расскажу вам о глубоком очищении кожи на самом деле вопрос достаточно странный как бы зачем нам нужна генеральная уборка кожи поскольку вроде бы как все и так хорошо но тем не менее это очень важные процедуры и осень к примеру самое подходящее время для тех самых пилингов и эксфолиации кожи начнем наверное с самых простых познаний зачем кожа обновляется на самом деле кожа совершенно удивительный орган представляете себе что мы каждый день теряем с вами по 10 тысяч клеток с поверхности кожи а за всю свою жизнь вы потеряете примерно 18 килограмм клеток кожи огромное количество правда зачем это происходит вспомните пожалуйста как прекрасно выглядит кожа маленьких детей особенно младенцев все это совершенно замечательно но замечательность заключается в том что у младенцев маленьких совершенно деток кожа обновляется в течение двух недель а вот уже у людей более взрослых кожа начинает обновляться где-то примерно раз в месяц а вот уже после 40 лет к сожалению этот процесс начинает затягиваться и растягиваться точнее и обновление происходит уже примерно через два месяца а вот уже к 50 годам к сожалению кожа будет обновляться еще медленнее примерно раз в два с половиной три месяца и зачем нам нужно ускорять этот процесс на самом деле представьте себе как это все устроено во первых вот этот процесс обновления кожи его главная задача это процесс регенерации заживления и так далее кроме всего прочего обновление кожи это ваша визитная карточка это интерфейс самый верхний слой который вы видите в зеркале это и есть та самая социальная функция кожи который поможет в ей выглядеть всегда хорошо и так почему пилинг и глубокое очищение кожи нужно проводить регулярно когда его нужно проводить какими препаратами и прочее вот об этом мы сегодня с вами поговорим и так вспоминаем как устроена кожа самый верхний слой кожи называется эпидермис под эпидермисом находится собственно кожа или дерма где находится коллагеновые волокна сосуды и так далее а уже под дермой находится жировая ткань то есть это липидный слой кожи но сегодня нас больше всего волнует тот самый верхний слой который называется эпидермис это тончайшая совершенно оболочка которая покрывает вашу вашу кожу сверху и несет самую главную функцию защитную выделительную социальную и так далее то есть кожа которая нуждается в постоянном обновлении даже с точки зрения анатомии это так называемый плоский роговревающий эпителий то есть это та самая поверхность представьте себе что внизу в самом нижнем вот эта тончайшая пленка состоит из многих многих слоев клеток кожи живые клетки рождаются с на самом дне этой эпидермиса там находится так называемая базальная мембрана клетки как забор выстроены друг рядом друг с другом они постоянно делятся и поделившись клетка начиная свой путь снизу на поверхность кожи процессе своего движения на постепенно заполняется твердым белком кератином и кроме всего прочего это твердый белок кератин в итоге так в итоге клетка превращается в мешочек плоскую чешуйку внутри которой находится очень твердый белок кератин из него кстати состоят ваши ногти ваши волосы коготки у животных перышки у птичек и так далее это твердый белок кератин но что происходит дальше а дальше все происходит очень просто клетка должна покинуть поверхность кожи чтобы на ее место стала уже нормальная клетка молодая свежая и так далее но как я вам сказала пока вам было лет 25 до действительно клетки кожи обновлялись они достаточно быстро проистекал этот процесс всего лишь месяц но когда вам стало уже 40 этот процесс замедлился и как хорошо бы конечно чтобы кожа все же продолжала обновляться регулярно хотя бы один раз в месяц но для того чтобы ускорить этот процесс вот этот вот движение клетки с поверхность снизу на поверхность кожи уже более взрослым скажем так возрасте необходимо ей немножечко помочь и так как часто мы должны делать пилинги ну к примеру какие вообще они бывают и как их поделить и как выбрать для себя совершенно правильный препарат с точки зрения химии пилинги делятся на две большие группы прежде всего это первая группа это химические пилинги там где роль разрушителя и вещества которые помогают клетки отделиться от поверхности кожи выполняют кислоты мы с вами помним про гликолевую кислоту и слоту мы помним про всевозможные молочную кислоту и так далее то есть то что помогает действительно разрушить стемент который крепит клетки скрепляет клетки с друг другом и помочь ей клетки покинуть естественным путем поверхность кожи ну а существуют еще механические пилинги кстати я еще забыла химические пилинги тоже делится на две группы помимо это кислотные пилинги препараты которые у нас с вами есть в наличии это помните наша линия abc вот он самый главный герой этой самой линии гель который содержит гликолевую кислоту в достаточно большой концентрации но относительно большой насколько допустимым домашних условиях пилинг сам по себе нас содержит 9 процентов гликолевой кислоты и это самая замечательная гликолевая кислота будет как раз разрушать межклеточный цемент после этого клетка пристанет ей не на что будет операция и она легко будет смоется с поверхности кожи есть вторая группа пилингов это так называемые зимные пилинги вот видите зимные пилинги они же еще их называют еще и ферментные пилинги составе этих пилингов есть вещества которые способствуют разрушению самой твердой частицы и тогда при нанесении препарата на поверхность кожи тоже происходит специфическая реакция и зимы как режут клетку на кусочки и тогда она тоже легко покидает поверхность кожи но это тоже еще не все есть еще так называемые механические пилинги то есть это пилинги которые содержат твердые частицы или пилинги которые просто высыхая с поверхности кожи вы можете скатать как роллинг гель примеру самый наверное популярный препарат гель скатка который мы знаем тоже очень хорошо серии айсиул вот он то как раз и есть типичный представитель того самого механического пилинга но и препарат который мы сегодня еще не рассмотрели это гель эксперт роллинг гель что происходит когда вы пользуетесь этими препаратами и как правильно действительно выбрать все для себя подходящие во первых изначально давайте поговорим вообще для чего нужна процедура пилинга с точки зрения врача дерматолога это очень важно важно более того многие из вас вероятно даже ходили косметологу дерматологу на глобальную процедуру пилинга для этого это серьезная процедура которая призвана буквальным образом ободрать поверхность кожи и заставить ее полностью обновиться но мы с вами будем к ней относиться более деликатно и так когда использовать химические пилинги и как часто для чего они нужны химические пилинги еще раз повторяю это пилинги которые содержат у нас гликолевую кислоту или молочную кислоту так называемые альфа-гидрокси или бета-гидроксикислоты к бета-гидрокси относится лициловая кислота которая сейчас в косметике уже запрещена ее практически не используют но во всяком случае в европе в россии еще пока можно найти препараты с лициловой кислотой и так процесс очень простой наступила осень пилинги химические нужно использовать курсом если вам буквально лет уже за 40 то значит вы должны проделать процедуру пилинга курсовую для этого ежедневно в течение недели ежевечерняя препарат нужно наносить на кожу тонким слоем тонкий слой препарата наносится оставляется минут на пять десять после того как препарат застынет вы его можете смыть а можете не смывать и прямо поверх него нанести второй шаг энзимный пилинг для чего первый препарат растворил цемент который удерживается удерживает клетки близко к друг другу второй препарат порезал на кусочки те самые твердые кератиновые частички и все в итоге позволит коже быстро сбросить старые клетки кроме всего прочего эти старые клетки они еще и скапливаясь на поверхности кожи придают ей сероватый оттенок а после того как вы удалили все все что накопилось сверху вы легко можете заставить кожу обновляться быстрее как только клетки старые уйдут с поверхности кожа немедленно будет стремиться восполнить дефицит и быстро на поверхность кожи отправятся молодые клетки которые будут отражать свет солнечный и светиться розовым и ваша кожа обретет то самое сияние которую мы все очень стремимся что еще нужно знать про пилинги во первых нужно понимать когда какие есть показания противопоказания и так химический пилинг используем в течение пяти дней ежедневно зачем используем его два три раза один два раза в неделю для того чтобы поддерживать тот самый процесс обновления кожи что произойдет а произойдет еще раз повторяю процессы и обновления регенерации и кроме всего прочего еще кожа заставит еще кроме всего прочего кислая среда которая которую создаст то самая гликолевая кислота будет поддерживать нормальный паш кожи 5 и 5 поверхности кожи для того чтобы для того чтобы микробиом то есть все полезные бактерии оставались живы и здоровы помогали бы вашей коже поддерживать иммунитет и боролись бы с патогенной флорой когда нельзя использовать скрабы и пилинги нельзя использовать когда у вас есть острые воспалительные процессы например акне если количество воспалительных элементов превышает 10-15 на лице это уже серьезная проблема нужно бы отправиться к дерматологу самостоятельно лечить нельзя поэтому внимательно посмотрите на свою кожу если есть единичные воспалительные элементы просто обойдите их их не надо трогать но если их количество превышает 10 то тогда уже увы пилинг и кислотный и скраб вам абсолютно противопоказан с какого возраста можно применять препараты препараты можно применять буквально начиная с возраста подросткового когда у подростков начинает активным образом функционировать сальные железы на фоне изменившегося гормонального статуса кожа становится более грубой и более пористой и конечно же слой кожного жира который извергают на поверхность сальные железы приводит к тому что клетки слипаются и их очень тяжело покидают поверхность кожи поэтому для молодых людей начиная где-то с 12-13 можно применять препараты которые предназначены как раз для скрабирования поверхности кожи вот гели скатки роллинги и новые препараты которые вышли в нашей новой молодежной серии как раз позволят вам в общем-то избавиться от тех самых клеток когда для какой возраста нужно можно с какого возраста можно начинать использовать препараты химические начиная с 25 еще повторяю наших средств не очень высокая концентрация гликолевой кислоты вообще так называемых аха кислот это всего лишь 9 так разрешает роздрав надзор этом это максимальное количество потом которые мы сможем использовать в домашних условиях и начиная лет с 30 с 25 вы можете сделать эти процедуры достаточно регулярно ну и кроме всего прочего регулярность заключается в следующем первое препараты я еще раз повторяю можно начинать использовать курсом курс 5 дней максимум 10 но это курс не 5 дней ежедневного применения а затем препараты применяем один раз в неделю или два раза в неделю кроме всего прочего можно ли сочетать эти самые препараты когда выбрать энзимный пилинг когда химический пилинг с кислотами и прочее но здесь на самом деле зависит от вашего желания кислотные пилинги хороши когда кожа более зрелая энзимные пилинги хороши когда есть воспалительные элементы и все зависит от уровня паш при котором работают эти самые препараты как я сказала кислотный пилинг имеет паш примерно в районе четырех и эти самые препараты как раз работают очень активно в районе когда паш кожи у вас несколько сдвинут кроме всего прочего следует наверное помнить о том что кстати между прочим химический пилинг это еще определенный тест барьерных функций кожи если вы вдруг нанесли препараты почувствовали пощипывание знаете значит в этой зоне повреждены барьеры кожи это означает что там есть прорехи и кислоты начинают попадать более глубокие слои касаться рецепторов которые начинают искрить как оголенные провода а вы ощущаете поле раздражения и покраснения кожи поэтому в общий это определенный тест в случае если ваша кожа плохо переносит химические пилинги вы спокойно можете обратиться к энзимным пилингам и так серия bc наверное в этом случае самая популярная итак после того как вы провели курс препаратами с кислотами и с энзимами у вас есть еще продолжение этой серии препараты которые гель который гликолик который будет можно использовать ежевечерние качестве ночного препарата в случае если у вас кожи достаточно плотные жирные случае если у вас кожа сухая и нежные тонкая то его можно применять на ночь буквально на 1 или 2 раза в неделю что еще нужно знать про пилинги почему их нельзя проводить летом летом проводить можно но очень быть нужно осторожным случае если вы вдруг задумали процедуру во время активной инсоляции то в этом случае применяйте всегда средства с максимальным спф почему это нужно ну во первых кожа становится очень уязвимой и ультрафиолет может спровоцировать появление пигментных пятен кроме всего прочего и кроме этого ультрафиолет еще и будет спровоцировать образование так называемого гиперкератоза так называемого гиперкератоза то есть утолщение кожи здесь в этом случае здесь в этом случае просто вы можете навредить вместо того чтобы довести привести кожу в порядок итак смотрим внимательно себя в зеркало и определяем сначала пытаемся понять когда нам нужно делать пилинги когда мы их делаем первое когда у вас жирная достаточно полистая кожа неважно сколько вам лет когда вы вдруг увидели что стала появляться сеточка морщин и для того чтобы их разгладить нам можно просто не ускорить процесс обновления кожи пилинг вам в этом поможет когда еще когда у вас есть на лице пигментные пятна это тоже очень пилинг поможет убрать поверхности кожи те самые клетки которые заполнены белком который заполнен пигментом меланином и в этом случае пилинг сыграет роль легкого осветляющего средства и в комбинации с нашими при отбеливающими препаратами поможет нам избавиться от пигментных пятен когда еще когда вы видите что наступает постепенно так называемый гравитационный птоз ну то есть овал лица немножечко оплыл пилинг поможет уплотнить кожу и процесс обновления кожи запустит еще и синтез белка коллагена то есть изнутри мы ее тоже немножечко укрепим и кроме этого это позволит у кожи немножечко вернуть овал лица на место ну и самое главное наверное пилинг играет такую общую организменную роль оказывает на организм во первых пилинг для кожи такой небольшой стресс так называемый эо стресс это так называемый полезный стресс прибавка эо означает что стресс полезный но полезный стресс это ну например когда вы испытываете положительные эмоции это стресс любовь например да тоже стресс потому что положительные эмоции которые сопровождают все эти процессы они очень помогают организму себя чувствовать хорошо в данном случае любой пилинг химический механический особенно химический перед вызывает такой легкий эу стресс кожи и какие процессы начинают проходить дальше а дальше запускается процесс выброс мощный достаточно выброс медиаторов которые помогают коже факторов роста который помимо простого процесса замещения старых клеток на новые запустят еще и процесс обновления самих клеток то есть популяция клеток кератиноцитов станет значительно моложе моложе на несколько лет кроме этого химические пилинги они провоцируют еще синтез так называемых интерлекинов это медиаторы которые будут быстренько справляться с воспалением который может быть на коже что еще происходит с кожей когда вы делаете пилинг а еще происходит очень приятная вещь как выработка бета эндорфинов то есть это местные бета эндорфины которые будут снижать ее чувствительность блокировать раздражение кожи и кроме всего прочего блокировать рецепторы которые отвечают за ее покраснение раздражение чувствительность и так далее то есть кожа будет более счастливой вы будете выглядеть значительно лучше и так еще раз пилинги химические это пилинги с кислотами или энзимами механические это пилинги которые содержат либо твердые частицы которые механическим путем будут просто счищать поверхности кожи от меньшей клетки или пилинги на основе глины и мы их называем роллинг гель роллинг пилинги которые будут подсыхать а потом скатываться с поверхности кожи когда выми круговыми движениями начнете скатывать роллинг гель роллинг крем или роллинг маску неважно что у вас есть под руками то механическим путем вы снимите тоже от меньшей клетки но заодно сделайте кожу легкий массаж тем самым ускорите процесс локальной микроциркуляции это раз как часто их использовать чем вы старше тем чаще здесь главный принцип хорошо применять курсом после 25 лет курс составляет примерно 5 дней но зависит от состояния кожи если кожа сухая чувствительная можно использовать пилинг два-три раза в неделю если кожа достаточно жирная плотная можно использовать пятидневный курс а затем поддерживать ее один раз два-три раза в неделю время от времени можно применять для того чтобы просто хорошо выглядеть или посмотрите внимательно в зеркало потрогайте свою кожу если она вдруг стала шершавой это означает что это означает что настало время пилинга и так еще раз повторяю осень зима самое время время обновляться единственное не забывайте все же защищать кожу от ультрафиолета если вы живете в более теплой полосе и у вас появляется солнце они такая серая погода как у нас москве ну а теперь есть несколько вопросов а кстати да не забывайте периодичность еще курса пилинга раз в два три месяца хорошо то есть курс один раз осенью и один раз зимой ну а теперь настало время ответов на вопросы достаточно много если я что-то не успею сейчас вам на что-то не успею сейчас ответить то значит мы ответим вам письменно или в следующем эфире и так далее и так можно ли пилинги абц беременным можно если у вас достаточно плотная кожа и вы не испытывать никаких неприятностей помогают ли пилинги от черных точек да и очень хорошо они что такое черные точки это комедоны которые отражают головка которых содержит окисленный жир кожаный и солнечный свет когда падает на них отражается таким вот черным темно-серым цветом да он поможет но если черной точки достаточно много сходите сначала к врачу или просто косметологу почистите лицо потом применение пилингов это отличная профилактика от появления новых можно ли пилинг при куперозе и или розация если да то какие но здесь купероз розация на самом деле здесь сначала нужно разобраться что за купероз у вас что заразаться потому что розация бывает разное если розация вызвана например демодекозом то пилинги использовать нельзя если у вас просто единичные лопнувшие сосудики туда пилинги использовать можно и химические и физические но быть нужно быть очень аккуратно мы с твердыми частицами так чтобы не повредить поверхность кожи но еще раз повторяю розация это очень сложная проблема точнее симптом очень многих заболеваний кожных здесь прежде чем начинать применять пилинги следует понять что за тип розации у вас бывает ли на химический пилинг аллергия практически нет скорее это не аллергия кожа тонкая и чувствительная очень раздражительная может дать реакцию реакцию покраснения пощипывания и так далее бывает ли кожи которые они вообще не показаны химические пилинги не показаны кожи у которой есть множество воспалительных заболеваний хронических таких как акне это может быть любые дерматозы дерматиты химические пилинги противопоказаны при экземах нейродермитах то есть если у вас в анамнезе есть подобная проблема то лучше избегайте и химические пилинги не показаны коже очень сухой и чувствительные здесь просто методом проб и ошибок можете попробовать если ваш кожа вдруг не переносит или слишком тонкая то скорее всего вам пилинг не пойдет но это уже индивидуальные особенности сушит ли пилинг кожу но в общем нет потому что наоборот гликолевая кислота способствует поддержанию водного баланса и поддерживает натуральный увлажняющий фактор кожи как правило не сушит сушить могут пилинги которые сделаны на основе на пенищейся основе то есть на которые содержат поверхностно активные вещества так называемые умывалки в которых есть еще твердые частицы то есть скрабы в этом случае да кожа может немножко подсушиться но если она жирная то это даже неплохо правильная последовательность был вопрос как правильно последовательно применять пилинг и так как я уже говорила начинаем с шаг а наносим препарата держим распределяем ровным тонким слоем держим 5 10 минут максимум до 20 но вы почувствуете что подсохла препарат подсох затем мы его смываем или не смываем если кожа очень жирная плотная и с толстым слоем гиперкератоза наносим шаг 2 энзимный скраб наш зимный пилинг это препарат содержит в себе фактически два активных агента прежде всего это фермент папаин который получают из папаи а папаин будет и сначала резать на кусочки твердый кератин отмеживших клеток а скрабирующие частицы которые есть внутри этого препарата помогут их чистить поверхности кожи затем наносим крем успокаивающийся шаг c в препарате шага c есть активная добавка это пептид который делает сейчас я вам его покажу вот этот препарат которая стимулирует синтез бета-эндорфинов как тех самых гормонов счастья локальных которые помогут коже успокоиться почувствовать себя более счастливой ну а затем такую процедуру проделаем ежевечерняя в среднем примерно 5 вечеров на это вам понадобится затем один-два раза в неделю для поддержания процесса обновления еще раз повторяем полную процедуру случае когда уже все хорошо вы видите что кожа сияет стала гладкой ровной и так далее то в качестве ночного препарата для поддержания процесса обновления используем уже гель гликолик который у нас есть ночной и крем который соотночная маска который содержит тоже гликолевую молочную кислоты в течение ночи будет как раз пока вы спите снимать поверхности кожи отмершие клетки это можно поиспользовать фактически постоянно или хотя бы два-три раза в неделю а если нет 40 лет сколько дней подряд можно использовать пилинг ну прям используйте его дня три достаточно а потом один-два раза в неделю а если от скатки айсиол есть пощипывание значит у вас тонкая чувствительная кожа и поврежден эпидермальный барьер это значит что тот самый липиды которые скрепляют клетки эпидермиса между собой повреждены и означает что любые вам нужно восстановить эпидермальный барьер прежде всего возьмите препараты серии питания аксиологи они помогли препараты для чувствительной кожи серии эксперт они помогут как раз справиться с этой проблемой я используюсь не нравятся частички в составе ролик геля ну что я могу сказать ну не пользуйтесь им пользуйтесь другим препаратом они не царапают вопрос был наверное но не должны царапать во первых сейчас запрещены полиэтиленовые частицы для использования в косметике мы можем использовать только натуральные разрешенные твердые частицы пользуюсь на данный момент полтора месяца результаты не вижу а какой вы хотите увидеть результаты сколько вам лет мне сложно понять на самом деле почему но возможно вам нужна более глобальная процедура сходите в салон косметические используйте препараты срединного пилинга которые приведут глобальному шелушению кожи тогда верхних слоев отвалится и кожа обновится можно и так на область вокруг глаз нельзя наносить пилинги можно очень аккуратно лучше скрабы там не использовать а химический пилинг можно нанести буквально на 3-5 минут и быстро смыть это позволит немножечко разгладить мимические морщины вокруг глаз на верхний веко не наносим только на зону мимических морщин и на зону под нижнего века как нужно хранить препараты они хранятся при температуре от 4 до 25 градусов важно чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи необходимости хранить их в холодильнике нет можете хранить на ванной на полочке ничего страшного если там не жарко после шага c наносить основной уход или не надо но сущности не уже нет смысла это делать но если ваш у вас очень сухая кожа можете потом нанести какой-либо из своих препаратов которые будут питать кожу и устанавливать ее эпидермальный барьер желательно одну серию использовать или комбинировать желательно использовать все же одну серию потому что когда мы ее создавали мы все же предполагали какой-то полноценный уход последовательный то есть так называемый протокол так называть врачи дерматологи косметологи говорят не надо нарушать протокол протокол который мы создали мы его выверили и мы точно понимаем что он поможет вам справиться с проблемой самостоятельно менять протокол в общем не имеет смысла точнее не стоит если вы не глубоко не погружены в процесс карбокситерапии может заменить АБЦ нет не может там другая совершенно программа карбокситерапия это терапия углекислым газом который в итоге будет стимулировать проникновение кислорода в губ в ткани стимулирует локальную микроциркуляцию и способствовать избавлению от гипоксии разные задачи разные программы разные протоколы никак карбокситерапии не заменит но вот карбокситерапия после АБЦ пилинга это прекрасная история поскольку вы убрали гиперкератоз вы убрали отмерзшие клетки с поверхности кожи кожа будет лучше и легче воспринимать такую программу как карбокситерапия сочетание этих двух программ поможет вам действительно получить яркую и сияющую кожу поэтому здесь как раз все очень хорошо кстати после пилингов АБЦ вы можете потом использовать любые маски они станут значительно более эффективными и все программы процедуры будут более давать более яркий эффект это связано с тем что после того как вы удалили еще раз повторяю слой мертвых клеток в кожу более легко проникают активные вещества из из кремов масок которые будут работать значительно более интенсивно и так серия еще один вопрос серия активатор молодости может быть дополнение серии АБЦ да конечно прекрасным образом активатор молодости может помочь кожи восстановиться значительно быстрее конечно еще раз повторяю про для чего мы делаем пилинги для того чтобы обновить кожу или того чтобы сделать более доступными активные вещества которые содержатся в других препаратах поэтому процедура очень очень полезная очень очень необходимая после семидесяти лет при хорошем состоянии кожи можно применять АБЦ и как часто после семидесяти лет можно применять АБЦ и часто достаточно часто я бы рекомендовала не не реже чем два раза в неделю обязательно использовать пилинг АБЦ потому что кожа в все после семидесяти уже устала она очень плохо обновляется а уже накопилось достаточно поломок внутри кожи накопились пигментные пятна кожа имеет неровный тон так называемый гиперкератон дисколорацию поэтому пилинг в этом случае поможет ей обновиться можно сделать один день АБЦ на следующий день карбокситерапию да можно сделать и так а можно карбокситерапию сделать и сразу после пилинга эффект будет еще более значительный здесь все зависит от вашего настроения наличия свободного времени если вы готовы повозиться с своей кожей можете буквально после процедуры АБЦ сразу же сделать карбокситерапию а можете чередовать действительно на следующий день карбокситерапия даст тоже неплохой эффект а если я регулярно два раза в неделю использую нашу скатку все равно надо делать пилинг но в принципе лучше чередовать скатка действительно во-первых нужно понять какой тип у вас кожа для того чтобы если вы два раза в неделю используете скатку и у вас кожа достаточно жирная то конечно же лучше дополнить АБЦ пилингом хотя бы один раз в неделю дайте коже еще немножко другой процедуры у них разный механизм действия как я говорила вам гликолевые кислоты растворяют гликолевые кислоты растворяют кожный цемент а скатка это просто механическое обдирание кожи которая будет работать несколько иначе какой пилинг можно принимать на чувствительную кожу но здесь АБЦ пилинг подойдет единственное время экспозиции то есть количество минут которые вы держите на поверхности кожи препарат сократите до пяти минут этого будет достаточно маску деток с древесным углем можно рассматривать как глубокое очищение кожи да можно там где есть древесный уголь глина белая зеленая неважно какая можно рассматривать эти препараты как препараты для глубокого очищения почему глина и уголь данном случае работают как мощные сорбенты они какое-то количество от меньших клеток в общем то помогают им легко покинуть поверхность кожи но это не отменяет процедуру кислотного пилинга сразу после кислотных пилингов можно ли применять дэна с космы или светодиодную маску но в принципе можно это немножко ну хотя такой острой необходимости нет смотрите после пилинга кожа благодарно воспринят любой активный препарат который вы на нее нанесете нужно тогда обязательно нанести под светодиодную маску какую-либо сывороток варио или любой сывороток любую сыворотку которая у вас есть в постоянном применении наборе и только тогда применять светодиодную маску только в сочетании с сыворотками эффект будет значительно лучше 69 лет серия АБЦ не помогает при возрастных пятнах но вам нужна уже более глобальная процедура возрастные пятна надо сказать это пятна у них другой механизм возникновения это не пигмент меланин который скопился в клетках это липофусцин это другой пигмент который образовался следствие окисления жиров здесь возрастные пятна к сожалению можно убрать более глубоким пилингом для этого нужно просто пойти в салон или лазер только так а пока наши препараты помогают лишь обновиться кожей немножечко осветлить ее поверхность и чуть-чуть сделать пигментные пятна менее яркими поэтому поэтому так итак дорогие друзья наш эфир уже подходит к завершению и если я не ответила на все ваши вопросы пишите мы ответим на них уже вам принапрямую и ждем вас в следующий раз до новых встреч от вас нужны лишь темы которые вам бы хотелось бы послушать и мы готовы сделать для вас специальные программы специальные эфиры и если вам помогла сегодняшняя история про пилинги разобраться в том как ими правильно пользоваться это прекрасно до новых встреч новых эфиров ждем вас вместе с нами и вы можете посмотреть наше видео в записи если кому то не удалось его прослушать до конца спасибо огромное за внимание и я с вами сегодня прощаюсь спасибо Продолжение следует...